Всем привет, с вами снова я, Иван Сусанин, и я продолжаю игру... Робин Гоуд, Легенда Шервода. Сейчас, знаете, что нам нужно сделать? Убить вот этого стражника, на мой взгляд, правильно или нет, я делаю, я не знаю. Утверждать не буду, но я сделаю именно так. Успел? Да, наверное, я спрятался. Теперь нужно эту панику переждать, мне кажется. Мёртвый, он мёртвый. Так, по идее, блин, я не знаю, может быть взять вот эти стрелы? Есть вариант взять вот эти стрелы, 6 штук? В принципе, как вариант есть. Но нужно для начала дождаться пока вот эти все стражники успокоятся, да, на самом деле. Я надеюсь, это произойдёт, я надеюсь, он сюда, в здание, заходить не будет. По-моему, нет, по-моему, не должен. Первым делом, именно, соберу все стрелы. Так, стрел останется вот только вот тут вот забрать, я не знаю, как их забрать, но, наверное, можно как-то. Вот тут вот ещё. Ну, ладно, посмотрим сейчас по ситуации. Вполне возможно, ситуация затянется, но мы торопиться не будем, потому что нам нужно по-настоящему победить в этом бою. Так, освобождаем, освобождаем, освобождаем. Ладно, я вот этого убил, значит, уже прогресс, но мне нужны ещё стрелы. Хорошо, сейчас успокоятся все. Я уверен, успокоятся и спокойно можно будет продвигаться дальше. Так. Сейчас успокоятся. И сделаем следующий шаг. Сохраняемся и ждём результатов. Да, в этой стороне, скорее всего, а, вон тоже стрелы есть, да? Я думаю, что самым главным будет, наверное, в этой игре собирать стрелы, потому что стрелами гораздо более выгодно бить, да? Более как-то удачно. Вот один не видел. Да, тут я помню, ещё можно подбрасывать монеты, чтобы валить этих самых стражников, но я ещё не пробовал, ещё не знаю, как это сделать. Ладно, сейчас посмотрим. Всё, по-моему, успокаивается. Попробуем сейчас что-нибудь сделать. Вот с этими стрелами. Стоят на месте, пока не кипишат. Так. А, ещё один идёт. То есть, четвёртый ещё у них тут. Как бы он ещё пока не успокоился. Дождёмся, когда он успокоится. Тогда уже, как бы, закончим. Да, долго бегают они, ищут. Тут у них столько стражников валяется. Они даже, блин, понять не могут, что действительно всё так хреново у них тут происходит. Сейчас попытаемся это сделать. Перебраться по зданиям, если получится. Так, где он, последний? Всё ещё кипишит. Успокоиться никак не может. Да всё нормально, ты чё? Ха-ха. Всё спокойно. Это они просто отдыхают. Все. Навсегда. Легли отдохнуть. Вот и всё. Вот это вся куча. Вау, он такой паник. Ааа, нифига, сколько мёртвых. Это кто их всех положил тут? Хм, а ты догадайся. Сейчас ещё подойдёт капитан и скажет, а у меня, я ничего не видел, ничего не знаю. Это будет прикольно. Да, ещё вот этих нашёл. Оу, говорит, нифига себе. Не ищи, ты чё-нибудь видел? Блин, он чё... Блин, он ещё... Панику этим навёл, офигеть. Вау, нифига, сколько тут запаниковало. Ну, я думаю, они недолго будут паниковать, на самом деле. Блин, ну, они все вообще в панике, я смотрю. Вообще все. Закипишили пятеро. Один невидимка пока. Ой, надеюсь, они не будут заходить в здание. Я очень на это... Смотри, он бежит прямо в здание. А, нет, он трупы нашёл. Он больше никогда не побоялся. А, эти уже успокоились. Эти ещё только начали кипишить. Ладно, дождёмся, когда эти тоже успокоятся, на самом деле, а то... Раньше времени, конечно, торопиться не стоит. Оу, смотри, сколько трупов. Ха-ха-ха. Это я всё сделал. Так, ну чё, когда вы успокоитесь-то, ребят? Так и придётся сейчас ждать, наверное, до бесконечности. Всё, эти уже успокоились, по-моему. А эти ещё пока бегают. Ну, ладно, подождём. Что нам, не привыкать? Кипишные такие стоят. Ладно, давайте вот сюда сейчас перебегать будем, я думаю. Блин, этот отвлекает. Да нет, он уже, в принципе, наверное, сюда не вернётся. Хотя рисковать, наверное, не стоит. Кипиш этот... будет продолжаться. Вот сюда вот сядем. Сейчас перебежим вот сюда. Потом вот сюда. Если повезёт. И возьмём вот эти стрелы. И вот эти. Я думаю, этого будет вполне достаточно. Так что давайте... А можно сразу сюда убегать, наверное. Не заметили? Вроде нет. Фу, спокойно. Всё хорошо, всё спокойно. Без проблем. Без лишних... Без лишней суеты, как говорится. Так, а вот это что значит? Тоже надо вот взять, посмотреть, что вот это вот означает. Но я думаю, что я успею это всё взять, когда они уйдут, эти стражники. Так что, наверное, уже можно... Можно сохраняться здесь сейчас. Без проблем. Так, секунду. Я сделал что-то не то. Всё в порядке. Я восстановил хронологию событий. Теперь будем разбираться. То есть, сначала возьмём вот эти вот стрелы. Потом, наверное, возьмём вот эти. Вот этот стражник может помешать мне прийти сюда. Поднять кипиш. И поэтому я даже не знаю, как дальше быть и что дальше делать. Ну, по крайней мере, стрелы-то я точно возьму. Вот эти. Вот эти. И вот эти. Тут вообще можно в присядки поиграть. Потихонечку. Я думаю, что они не увидят, да? Если я вот так вот потихонечку тут буду пробираться, сидя. Так. Надеюсь, они меня не увидят. А вот этого стражника всё-таки надо было убить. Он будет мне мешать по дороге. Да. Ну, давайте. Всё-таки, может быть, всё-таки... Всё-таки, может быть, всё-таки что-нибудь сделаем. Так. Сюда я могу забраться, да? В принципе, да. Как вариант, в принципе. Давайте попробуем. Вот этого стражника я попробую, наверное, с помощью лука и стрелы зафигачить. Когда вот приду сюда, допустим. Можно сюда спрятаться будет. Сейчас встать. Просто встать. И бежать сразу сюда, пока... Чтобы не увидели меня. Так, потихоньку я сюда проберусь. Да. Всё хорошо, всё правильно. Интересно, достанет отсюда, нет? А можно даже, наверное, его не трогать. Вполне возможно. Он может меня и не заметить. То есть сейчас вот эти стражники уйдут. Я потихонечку почитаю, вот что тут написано. Так, сохраняемся ещё раз, чтобы уж наверняка... Не было никакого кипиша. Что тут написано, кстати? В этом саду Робин признался в любви прекрасной Мэриан перед тем, как отправиться в крестовый поход. Что с ней теперь? Вот в этом саду? Хм, интересно. События такие интересные тут происходили, да? На самом деле. Так, а если сюда проберусь сейчас? Новые знания. Так, стоя. Отправляемся в путь. Кипиш. Кипиш, 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 кипиш. Кипиша не будет? Хорошо, всё, отлично. Наверное, надо вот эту вот штуку убрать. Он мне не нужен, этот стражник. Так, у меня осталась вот эта вот невыполненная задача. И... Пожалуй, ещё парочку. Я думаю, что вот этих стражников... Даже не знаю, как быть, убивать их или не убивать. Может быть, поодиночке как-то перебить их, на самом деле. Если это возможно. Давайте попробуем. Как вариант. Я вот боюсь, лишь бы в эту... Вот сюда вот, в это здание они не пришли, да? Когда я буду их потихонечку убивать. Кипиша будет, конечно, много. Ну, будем рисковать. На свой страх и риск, как говорится. Будем атаковать. Надеюсь, не заметят. С капитаном, с одним, я думаю, мы справимся. Да, долгая будет история, если по одному придётся убивать. Но мы будем стараться. Так, вот здесь сейчас постоят. Сейчас они пройдут. Не заметили? Не заметили? Упс, они сюда не пришли. Удивительно. А почему они сюда-то не попали? Ах, они видели, они видели, куда я... Смотрите в округе, идите. Они видели, куда я спрятался. Кто это жжёт так? Ну, он мёртв? Ну, что вы говорите? Неужели он мёртв? Это вот это жжёт, что ли? А чё он жжёт стоит? А чё он угорает? Такой стоит, угорает. Прикольно, прикольно. Ладно, а их осталось меньше. Потихонечку. Помаленечку. Блин, он неудачно стоит тут, блин. Блин, блин. Так, кипиш пройдёт. Я попробую... Я пока не сохранялся специально, чтобы вдруг, если не получится операция загрузиться заново с того места, где я тактический свой ход сделал. Отлично! А где второй? Это вот этот? Вот этот второй-то, да? Стоит чё-то... Ржёт. Так, а тут чё за дом, интересно? Ремесленная мастерская, что ли? Чё-то типа того. Попытаться убить вот этого, что ли? Я не знаю. А, нет, всё, всё хорошо. Он постоял, поржал, короче. Вообще не в тему. Фигня была какая-то. Сейчас я по одному из них буду, наверное, убивать. Если всё пойдёт правильно. Так. Сохранение. И давайте сделаем очередной ход примерно таким же. Сейчас одного из стражников будем валить вот таким вот образом, немножко подождав. Да, нам спешить некуда, на самом деле. Но если мы сейчас убьём вот этих всех стражников, я думаю, освободить будет вообще не проблема. Потом пробираться придётся через... Ну, я не знаю, как. Как-нибудь проберёмся, наверное. Надеюсь. Так, сейчас выйдет он. Эх, попробуем ещё раз. Так. Всё, отлично. Ой, он видел! Увидел! Увидел меня! Нет, не видел. Он второму командиру пошёл докладывать. Где? Командир! Сразу жирам! О, опс. Посмотрите в округе, идите! Вау! Вот это кипиш! Нет! Эй, что это с ним? Эй, там! Не движайся! Ха-ха-ха! На самом деле я разбил всех, но проблема в том, что жизни у Робина осталось просто минимум. Я, конечно, могу сейчас освободить всех вот этих вот ребят. Да? Без проблем. О, подожди! Давай-ка возьмём денежки. Я надеюсь, что жизнь моя на волоске, которая мне ещё пригодится. Попробуем. Робин Локсли. Вот это и называется прийти, кстати, слава богу. Ты прав. Что ты сказал? Уходим в Шерлуд. У меня там для тебя сюрприз. Не успел я, не успел. Эээ, уходим в Шерлуд? А как мы туда уйдём? Давай почитаем. Робин, это три мои друга. Надо освободить их. И может нам, они могут нам пригодиться. Конечно, освободим. О чём речь? Так. И всех из них, наверное, могу я тактически действовать, да? Помочь. Могут они все мне, да? Робин Гуд, на мой взгляд, теперь у него жизни на минимуме. Так что, я думаю, что Робином шевелиться не стоит. А вот эти ребята, наверное, будут работать. Давайте почитаем, что тут написано. Кое-кто из наших друзей готов прикончить противника, лежащего на земле. Для этого достаточно щелкнуть тело левой кнопкой мыши. Это не по-рыцарски и сильно вредит репутация Робина, но зато очень эффективна. Угу. Отлично. Это вот этот, да? Или все они в принципе могут. Давай почитаем ещё. Так, среди наших друзей есть такие, которые могут приводить чувства своих товарищей. Достаточно щелкнуть героя, лежащего на земле. О, это за счёт того, что у меня разнообразие моих резчик, высокий рыбак. А вот и статли. И каждый из них что-то умеет своё. Крепкий мужчина в состоянии нести бесчувственное тело на своём плече. ну вот наконец-то это лучше, чем оставить его валяться на виду у всех посреди улицы. Так, нужно будет как-то это всё сделать, всё это прооперировать, потому что столько народу тут у меня валяется и информации очень много. Здесь всех этих я убил. Так что следующим шагом я даже не знаю, что будет. давайте почитаем здесь, что написано. Пьяных солдат можно потихоньку связать. Это весьма гуманный способ обезвредить их. Но осторожно, если кто-нибудь обнаружит связанных солдат, он непременно их освободит. Да, ну я как-то не очень гуманно поступал с самого начала. Изначально я имею ввиду убил тут целую армию. солдат. Так, и что тут еще есть у нас? Статли может переодеться бродяга и одурачить городскую стражу. Отлично. Будем знать. Это тоже информация мне будет я думаю интересно. Так, здесь у нас блин, вот этот кипишить будет парень. Так что вот это что у нас? яблоко и куда почитать надо будет? Не знаю как я это сделаю потому что тут в принципе вот эти уроды могут все испортить. Так, что тут еще написано у нас? Мы свободны, пора уходить, но сперва пойдем поглядим себе что-нибудь на улицах Ноттенгема. Может удастся чем разжиться? Вот как раз этим я и займусь наверное в следующей серии. самое главное мы сегодня освободили наших друзей. Вот блин у меня здоровья мало, но я не знаю может быть вот это яблоко если собрать вполне возможно. Робин восстановит себе немного здоровья некоторую часть как вариант. Я предполагаю что может быть такое. Так что тут еще есть? Некоторые лесные братья умеют прикрывать своими щитами друзей от ражеских стрел отлично мне кажется вот этот парень может прикрывать да давайте попробуем сейчас повыбирать всех из них вот робин гуд теперь это у нас артур и он у нас съесть что 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 покорок а может не совсем вижу да свистнуть так вилли высокий он может что может он бросить яблоко и лечить кстати очень важно давай будем лечить робина прикольная штука кстати если это так давай я попробую сейчас вилли будет мне просто крайне необходим но по моему он не умеет это пока делать или умеет почему он не лечит жаль он не может лечить так вилли 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 тактический ход почему то пока он этого делать не может я не знаю почему так лечить он пока не может ладно хорошо пока мои соратники так сказать стоят я буду сейчас обсматривать что у меня имеется так чарльз он резчик и он умеет тоже стрелять из лука и защищать щитом но щит у него есть вполне возможно что у вилли нету пока инструмента для лечения вот мне так кажется и яблока у этого нет так может быть лечить чем-нибудь можно будет тут я даже не знаю давайте это наверное уже потом сделано а сам статли статли у нас может первое это метнуть сеть второе тоже бросить яблоко и третье притвориться бродягой кстати можно попробовать кстати можешь притвориться бродягой а вот все сел притворился бродяга типа типа я бродяга интересно он вот эти вот мои подопечные все которые тут есть могут смотреть вот эти записи очень мне интересно да вот он сидит сейчас как бродяга давайте почитаем что тут написано да он может читать тоже свист очень простой и очень эффективный способ чтобы отвлечь стражника то есть эта тактика будет у нас еще действовать мы еще с вами посмотрим что к чему кое-кто из наших друзей умеет пользоваться отмычкой это может пригодиться так а кто кстати у меня по-моему никто не умеет никто не умеет как бы пока пользоваться отмычкой никто этим делом пока по-моему не занимался так этот не умеет этот не умеет этот не умеет да на самом деле интересная ситуация я освободил целую компанию свою и она мне будет помогать в будущем сейчас нам надо еще пособирать денежки я думаю это мы сделаем как я говорил уже в следующей серии вот мне хотелось бы конечно вот это яблочко собрать и посмотреть что я могу взять но вот этот так давайте сделаем так кто-то другой из моих людей так может он присесть кстати он тоже может присаживаться попытаемся его передвинуть да а корочков у него нет блин а как же этот может лечить если у меня нету а внизу цифрами отмечается сколько в руках может быть яблок и лечащих препаратов да так ладно все тогда понятно у чарли есть щит он всегда может им пользоваться а вот стрел нету статли может постоянно притворяться бродягой так пускай он сидит пока здесь а мы попробуем вот этим парнем артуром пробраться вот сюда и взять вот это яблоко я не знаю получится что или нет давайте попробуем по крайней мере пока он они не смотрят надеюсь и они не будут реагировать никак а нет смотри идет по моему надо уходить кипиш поднять поднять может может поднять кипиш она у нее вопрос загорел вы видите я даже не знаю что лучше сделать то ой никак не пробраться да получается вот к этому яблоку хотелось бы к сожалению к сожалению да она сейчас будет кипишить просто так чем займемся тогда ладно давайте это все устроим уже в следующей серии я надеюсь видео которое сегодня я вам показал вам понравится и все будет просто замечательно дальше робин выживет и выживут все остальные приятели все только начинается всем добрый ребят пока пока пока